У меня 10 аккаунтов на фейсбуке было заблокировано. Главное желание, у тебя было желание большое. Здесь можно заработать и можно также собирать проекты. Самое приятное, оно только впереди. Мы в самом начале пути. Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях партнер компании Solar Group, настоящий профессионал Сергей Мазин. Серег, привет! Привет, друзья! Ты в проекте уже давно, да, по-моему, с самого старта, насколько я помню? Ну, я не с самого старта, но с 2018 года, наверное, с начала, да, точно. Практически, да, с самого начала. И у тебя уже, по-моему, там более 15 тысяч человек, да? Ну, да, где-то так, по структуре, да. Я думаю, многим будет интересно узнать, как ты добился такого результата. Серег, расскажи немного о себе, где ты живешь, чем занимаешься. Ну, я сейчас в Демрюкском районе проживаю. Уехал с Краснодара после того, как коронавирус начался. Домой вернулся, живу дома, в родном доме. Занимаюсь сейчас вообще столяркой, начал заниматься. Делаю столы, лавки, всякие тумбочки. Ну, мне интересно это стало. Решил попробовать эту нишу. Расскажи, как тебя тогда свело с проектом Дувинова? Как ты о нем узнал? Меня пригласил Андрей Солдатов. Ну, такой партнер тоже есть. Он партнерской деятельностью занимался. И инвестором является, и сейчас даже занимается. Вот. И решил инвестировать. Искал на тот момент какой-то эко-проект, который там связан с РГ-забережением. Вообще, в принципе, все, что с экологией связано, было интересно. И вот как-то так совпало все, и зарегистрировался, решил попробовать. Ты узнал из социальных сетей, да, получается, о проекте? Не личная у тебя встреча была? Нет, это была личная встреча. Это мой прям, да, знакомый. Он где-то услышал о проекте, тоже так же узнал и поделился со мной. То есть, в принципе, самый лучший, наверное, способ ведения партнерской деятельности. Это вот такие личные встречи, общение лучше всего заходит. Ну, раз уж заговорил про партнерскую деятельность, расскажи, как ты это развиваешь? На данный момент я в большей степени какими-то встречами это развиваю и ведением страницы своей личной. За мной очень много следит ВКонтакте людей. То есть, создал просто как некий личный бренд. Ну, и, соответственно, больше сейчас акцент идет на то, чтобы те, кто уже инвестировали, там небольшой какой-то, возможно, капитал свой, они чтобы еще дополнительно инвестировали. То есть, я просто показываю всем своим видом, что я нахожусь в проекте. Ну, и, соответственно, вот люди за мной следят, они понимают, что я никуда не ушел, я здесь нахожусь, ну, так же в проекте. Вот, соответственно, многие пишут и интересуются еще. То есть, даже те, кто думали, например, когда-то. Вот. То есть, я не просто монотонно посты там какие-то делаю, а показываю так же и свою личную жизнь и все остальное. Вот. И, соответственно, о проекте тоже где-то там, например, какие-то новости, которые мне прям заходят очень сильно, я их тоже публикую. Вот. А начинал вообще с рекламы в Инстаграм. То есть, у меня самый большой паблик был в Инстаграм. Я самый первый, кто запустил рекламу в Инстаграм по проекту. Супер. Работает. Да, да, да. Личный бренд. Это вот то обучение, которое сейчас у нас находится в личном кабинете. То есть, в принципе, если там проходить вот эти шаги, которые показаны в обучении, то есть, добиваешься вот того, чтобы создание, ну, в некой степени вот это окружение, которое следит за тобой, которое, может быть, чуть-чуть инвестировало, там сомневается, может быть, еще там инвестировать. И надо просто вот как-то немного показывать активность. Не просто, чтобы на странице глухо, тихо, а если активность показывает, то люди на это идут. Они реагируют. И потом уже, когда какой-то, может быть, продающий пост делаешь, что они реагируют на него. То есть, не так просто. Одни продажи, 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 новости, новости. Должны понимать, что человек живой. А как думаешь, в Телеграме можно попробовать то же самое? Я думаю, да, можно пробовать. Может, везде это все быть. И кто-то, может быть, даже еще ни разу там не копнул, а ты возьмешь, копнешь и выкопаешь там клад какой-то. Так что не надо просто не бояться и пробовать все. Я в свое время реально очень много всего перепробовал. Просто вот вы не представляете. У меня 10 аккаунтов на Фейсбуке было заблокировано. То есть, я там на всех, кого только можно, их регистрировал. Были эти попытки постоянные. Полгода я потратил на то, чтобы там Инстаграм первый результат какой-то дал. Я каждый день полгода там перепощивал эти публикации, делал короткие видео в Инстаграм. И в итоге, рано или поздно, все равно это дает результат. То есть, надо просто не сдаваться, действовать. И в итоге получится все. И да, не только покупать. Общаться также в чатах, возможно, где-то переводы какие-то делать. Надо все пробовать. Согласен, да. Кто доходит до цели, это марафонцы. Кто не сдается, кто пробует, делает попытки, например, как ты. Вот сейчас просто можно в Инстаграм зайти. Ну, не на российскую какую-то аудиторию, не с российского аккаунта. Но был такой период, когда уже рекламу можно было запускать, нажав там всего три кнопки. Выбрав аудиторию целевую, выбрав бюджет, выбрав какие-то еще теги там, да, чем человек интересуется. И запустить ее. Тогда был сайт просто, были сайты. Даже видео на YouTube не было, как это все настроить. Еще люди не снимали. Это было до муля-таки давно, на самом деле. Вроде бы, кажется, там прошло немного времени, но очень много чего изменилось. Facebook менеджер как-то он, от менеджера он назывался, точно. И вот в нем там вообще просто ногу сломишь, как это все настраивать, ничего не понятно, все там на английском языке. Но в итоге пробовали как-то и вот, и в итоге получалось. Ну, главное желание, у тебя было желание большое. В Сокольниках, да-да-да. Вторая, которая была встреча, вот на ней я уже попал. А вот после нее вообще, конечно, загорелся прям, познакомился со всей командой. Вот как раз-таки с Серегой тогда Семеновым познакомился. Понял, что такие ребята нормальные, без лишних каких-то движений там, да, такие же простые, вот как я там с деревни в деревню вырос. Общение, все, мне, ну, это, вот именно это было больше всего главное. Вот, я понимал, что таким людям можно, как бы, довериться и попробовать поработать какой-то промежуток времени. Серега, а какие у тебя ожидания были в начале? Ну, я так скажу, у меня на самом деле не то, чтобы какие-то были большие ожидания, но я верил в то, что все получится. У меня была такая уверенность какая-то, что все будет нормально, просто надо делать, надо там видео записывать эти, какие-то разоблачения в ответ, да, этим хейтерам и все остальное. Самое главное вера. То есть без этого ни человек не придет к тебе в структуру, ни инвестор не придет. Если не верить, то не получится. Если какое-то даже сомнение небольшое есть, это почувствуют сразу люди. По поводу сомнений, они когда возникают, да? Когда у тебя, ну, недостаток информации, когда ты не познакомился достаточно с проектом, да? Когда ты не знаешь, как отвечать на возражения. И, ну, неуверенность это порождает, так ведь? Вот, конечно. Это чувствует человек, самое главное, что он почувствует это обязательно. Поэтому самое важное, да, наверное, в самом начале, это хорошо самому разобраться, прочитать нашу базу знаний. Да, чтобы не плавать, там, есть же вся информация у нас в личном кабинете везде. Если нет, мы, ну, все знали. Вот в начале данная информация, которая была там, и во всех возможных вариантах знали. Вот я сейчас, на данный момент, я, как бы, да, чуть-чуть отошел, как бы, я признаюсь. Я не знаю, там, того, что знает Сергей Шевченко. Он вообще, там, в курсе, любой вопрос задает, да, там. Вот, но на тот момент прям, ну, знали, как ответить. И приходилось там и переводы делать, то, что общались. У меня были партнеры, которые за рубежкой уже начинали работать активно. Им приходилось там отвечать на вопросы, переводы. Ну, каждый день эти переводы были. Ну, все нормально, все живы, как говорится. Никто от этого, ну, хуже никому не стал от этого, что потрудился, там, какой-то промежуток времени, год, два, и вот, пожалуйста, результаты. Я думаю, сейчас можно начинать партнерскую деятельность, если есть возможность, там, два часа уделять времени свободному. А почему бы нет? Ну, да, не обязательно быть инженером, там, и какое-то техническое образование иметь. Достаточно просто понимать, ну, основные принципы, которые описаны у нас в базе знаний о проекте. Вот, этого будет достаточно. Серега, скажи, какое ты, там, будущее видишь у проекта через пять, там, десять лет? Ну, смотри, я все-таки вижу это так, что это все станет каким-то таким холдингом очень крупным. За это время, я думаю, за пять лет, вот, создастся еще производство, которое, вот, планируется создать, да, вот, и прям конкретно какой-то завод, например, да, мы создадим. Ну, я так это вижу. Это уже в какую-то, ну, создастся какая-то сеть непосредственно, вот, которая, там, одни будут заниматься выпуском каких-то продуктов, другие же будут разрабатывать это все. Ну, и я верю в то, что это будет серьезная компания. В России, я не знаю, таких, ну, нет, как бы, компаний, которые занимаются такими вещами. Можно занимать это место, а создать это с нуля все, это не так просто. Это ладно, там, если деньги есть, знаешь, как бы, можно нанять, там, кого-нибудь, там, одного, второго, третьего, и непонятно, что будет, и, ну, а здесь все вот изначально, как начиналось, как оно должно было начаться, вот, с самого нуля, все это они, команда, вот, что касаемо команды инженеров, да, они это все простроили, там, разработки эти ведут и все остальное, вот, и они понимают, как дальше двигаться и, ну, с чего начинать, там, да, там, то же производство, то есть это хорошо. Не так, что, знаешь, можно купить, типа, образование, да, можно реально там отучиться, и ты будешь знать намного лучше это все. И вот Дмитрий Александрович, ну, под руководством его, я думаю, будущее будет такое серьезное у компании. Ну, у Дуинова, да, видение это есть, он не просто технологию, да, хочет вывести, у него видение бизнесмена, настоящего бизнесмена, чтобы масштабировать свою технологию, развивать ее. То, что сейчас создается, это, ну, это новый голубой океан, это на голову выше того, что сейчас существует. И это очень классно, что мы такие везунчики, да, узнали об этом в самом начале. Да, я согласен. Какой бы ты совет бы мог дать тем, кто только рассматривает, да, возможность инвестировать в проект или стать партнером? Много людей, там, которые криптовалютой занимаются. Есть также вот те, кто какие-то там, не знаю, опционами этими, кто-то в банковские какие-то вклады делает. Вот, то есть у них есть какой-то, ну, допустим, кусочек денег, который они могут вложить там еще в какие-то направления. И вот чем интересен именно краудинвестинг? Тем, что кто читал вот это «Богатый папа», «Бедный папа», да, книгу эту, он знает, что, да, там фишка в том, что вот эти краудинвестинговые проекты, он с них и начинал, он вкладывал по чуть-чуть там везде и, ну, зарабатывал, какой-то выстреливал проект. Вот, и здесь же, ну, уже тот проект, который, ну, как бы он скоро уже стрельнет, да, но еще возможность есть инвестировать. Я думаю, что кусочек сюда можно прям засовывать смело и, опять же, если в криптовалюта, на мой взгляд, еще более рискованно там, да, там, нежели… Рынок может в любой момент обрушиться. Здесь мы уже видим с вами, да, что есть там предприятия, есть какие-то уже договора там в личном кабинете, уже сейчас процесс этот у нас начинает происходить, создание реестра, да, то есть реестра создается, скоро будем там подписывать дальше это все, и процесс пойдет и пойдет, то есть это все близко очень, вот. То есть почему бы и нет, да, почему бы не попробовать? Я считаю, что если есть возможность, вот, надо пробовать. Но, ну, мое мнение всегда было такое, я всем говорил, что никаких там кредитов не надо брать, 100%, да, там, и ничего подобного. Это 100%. Заработали, кто-то там, ты 3 тысячи рублей потратил, взял, пошел, не знаю, в магазин, там, еды купил или там, пиво купил, а можно взять эти 3 тысячи и вложить просто раз в месяц, там, грубо говоря, там, пакетик себе взять небольшой. Даже на начальных этапах я думаю, что это окупится прям вполне. Ну да, вход-то небольшой, 50 долларов, ну, крупную какую-нибудь, там, зарубежную, допустим, какой-нибудь Google, да, Amazon или еще что-то. Ну, там, да, или от 100 тысяч долларов, по-моему, там, что-то, входы какие-то. Ну, я слышал, что в такие компании не меньше, там, таких сумм, ну, как, они просто большими собирали, а здесь вот вариант просто другой был выбран, и все. Есть там крупные холдинги, которые постоянно инвестируют в всякие разные направления. Вот, ну, соответственно, у нас, да, возможность есть такая, вообще, с минимумом зайти. Мы первопроходцы в этом деле, но все когда-то начинали, все когда-то были первые, а потом это устаканилось и стало, и плотно вошло в нашу жизнь. Ну да, я также еще ожидаю, что Solar Group все-таки вот дальше новые проекты начнет искать и развивать их. То есть, возможно, в других каких-то нишах, в каких-то других направлениях. Но этого тоже хотелось бы, чтобы можно было по новой вообще начать движение вот это партнерское, ну, касаемо того, что новые там паблики, новая информация. Понятное дело, есть люди, которые, возможно, по какой-то причине захотели там в проект Дуинова идти, они тоже следят за страницами людей, которые занимаются развитием этого проекта. И, ну, возможно, они бы там, вот, а мне этот понравился, да, я не разбираюсь там в двигателях, но, например, в чем-то другом я там разбираюсь. Это еще один поток инвестиций, плюс еще те люди, которые уже поняли, что это надежно, здесь можно заработать и можно также собирать проекты. Можно как Sequoia стать там холдингом крупному Solar Group. Самое сладкое, да, самое приятное, оно только впереди. Мы в самом начале пути. Серег, благодарю тебя, что уделил время. С тобой было приятно пообщаться. У тебя очень интересный опыт. Я благодарен, что ты поделился. Я думаю, это многим интересно. Друзья, все, кто досмотрел до конца, обязательно ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии под видео. Нам всегда интересно узнать, что вы думаете, пишите свои истории, потому что у каждого партнера своя история, да. У нас уже более 16 тысяч партнеров. Что ж, на этом будем прощаться. С нами был Сергей Мазин, профессионал по маркетинг-плану в нашей компании. Серег, благодарю. Да, спасибо, что пригласили. Друзья, всем пока. Приглашайте еще, звоните. Спасибо, всем пока. Пока, Сирог.